всем пламенный пламенный пар привет и с вами снова наташа прогнать и сюрприз сюрприз парфюмерное видео кто бы мог ожидать какая интрига и сегодня а кстати то что вы видите мне на голове это не то что я вывалилась только что из кровати или из какого-то сеновала это я попыталась сделать на голове живенько вот вот видите вот вам мое представление о живенько как получилось отращиваю волосы сами они ложатся у меня такую приличную прилизанную прическу учительницы младших классов вот пришлось это как-то подправить но вернемся к теме наше сегодняшнем видео и сегодня я заскакиваю последний вагон уходящей зимы и расскажу вам об ароматах специальных моих любимых не могу сказать что я ношу их часто но тематику это люблю и иногда знаете так это прикладываюсь и первым ароматом у нас будет всем известный знаменитейший слоник от кензо чем он примечательен ну во первых тем что он наверное один из тех ароматов которые входят для меня в категорию умри все вокруг аромат безумно стойкий безумно мощный и где-то даже выедающий мозг знаете я его вот выставила пару дней назад на вот на вот это вот трюмо и имела неосторожность обшикнуть на блоттер и и уже которую ночь мне этот кензо этот слон ходит по голове просто десяти тоннами ногами очень-очень очень-очень мощный и я как всегда сэмбла кротиком я так ему прилипла создал его знаменитейший парфюмер доминик рапион который как известно прекрасно справляется с цветочными ароматами но тут что-то рапиона понесло и принесло его специевость и данный аромат у нас вверху имеет мандарин гвоздику кардамон сердце у нас тмин манго гелиотроп и ланг и ланг и лакоричник и базе амбра пачули ваниль на мой личный нос все что я здесь слышу большую часть времени а точнее сказать все время это гвоздика гвоздика нет цветок а гвоздика приправа то есть это сладкая очень сладкая гвоздика за этой гвоздика теряются все остальные ноты для меня не слышу здесь никаких гелиотропов мандаринов и всего такого прочего скорее всего они здесь все таки есть но для меня это просто выпьющая громкогласная гвоздика я люблю запах гвоздики и в еде и в парфюмерии этот аромат я ношу редко и точечно вот это вот прям надо быть этим снайпером что попасть тонично в нужное место тела чтобы вас этот запах не придушил и в общем то такова моя рекомендация и для себя и для вас но в общем аромат конечно же достойнейший я очень хочу хотела на все еще хочу его собрать тигра 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 намного легче намного свежее намного приятнее это не вот это вот слоновья посту не зря его слоном назвали раздавит и не заметит не сука я его но кажется кажется и из из комнаты придется эвакуироваться свеженькая сначала поначалу такая свеженькая но потом она уйдет такую тяжелую сладкую гвоздичность что мама не горюй это один из самых тяжелых ароматов которые я знаю по стойкости и по нас сыщенности с ним может наверное тягаться только поэма от ланком о которой я рассказывала ох эти два сапога пара и перейдем к следующему аромату которым у нас будет которым у нас будет тоже специи вы тоже гвоздичный но другого направления если слон у нас очень очень сладкий то следующий аромат будет все же более специево сухого направления и это аромат который называется 811 абсолютно вот такая вот бутыль от giovanna антонелли извините дом малоизвестный отзывов на этот аромат я видела очень очень мало ко мне попал случайно по обмену мне девочка прислала небольшой такой travel на 13 миллилитриков я обшикнул его один раз и обалдела красиво специи ароматы мне тут же пришла ассоциация в голову что это смесь взяли 5 час 5 часовой час от лютена смешали его с араби и включили громкость на побольше мягко говоря все мы знаем что араби достаточно мощный аромат и 5 часовой час тоже прям скажем не тихоня но этот на мой нос громче хотя по стойкости он конечно же уступает араби той же например он красиво звучит он достаточно мощно звучит но не остается с вами на сутки я вам нанесу и пока он у нас развивается зачитаю вам ноточки у нас здесь бергамот перец гвоздика лаванды сверху в сердце на зеленые ноты жасмин мед луанский бальзам и базе мускус ваниль амбра пачули аромат аромат на самом деле это вторая часть видео потому что первая прервалась по техническим причинам у меня закончилось место на телефоне но продолжим говорить о нашем 811 почти 911 мы 911 на 811 абсолютно от как же тебя смело звать джованна антонелли и здесь конечно же есть гвоздика как мы уже все поняли из зачитанной ранее пирамиды но она не такая зубодробительная как слоне это гвоздика с человеческим лицом здесь хорошо чувствуется перчик здесь слышно амбра то есть это у нас уже более мягкие более гладкий менее моря аромат чего-либо а именно гвоздики данном случае а мои ощущения аромат специевый вот прям сладко-специевый восточный аромат это аромат лавки со всяческими пряностями в той же лавке у нас продается что-то сладенькое например баклава это такая восточная сладость пропитанная медом и вот знаете лоток с баклавой такой хорошо сочная сочно пропитанная мелом медом и рядом специй не перепутайте это вот такая вот лавка он красивый он очень мощный он очень характерный он очень яркий поэтому если вы любите такую тему приглядитесь приглядитесь он действительно очень очень-очень-очень хорош и на сладенькое вернее не на сладенькое как-то отдохнуть от этих мощнейших ароматов кинзо и 811 слон я вам представлю аромат который намного мягче это специевый амбровый аромат он это более такая знаете ли интеллигентная версия специевого аромата аромат аромат ароматный аромат и произферма-производитель у нас называется аккапа меня это название всегда жутко забавляет все время говорю аккапа капа капа всячески перри перевираю название многие мне детские развлечения и называется он идиллио идиллио наш идиллио нанесем и расскажем сначала сразу очень слышно амбра вот прям явственно вот этот амбровый сладкий аккорд и но посмотрим что же у нас здесь в пирамиде пирамиде у нас заявлено наверху роза шалфей ромашка в базе вернее не базе в середине в сердце у нас белый кедр сандал пачули древесный янтарь и базе у нас амбра ваниль мускус пабы тонка кожа то есть из 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 этой пирамиды уже видно что это будет аромат помягче и действительно помягче очень хорошо слышен сандал все звучание очень натуральное кстати то же самое могу сказать о двух предыдущих ароматах ароматах они не не химозные ни разу и это тоже не химозный здесь чудесный сандал амбровый специевый вот как то так можно наверное и определить это амброво специевый сандаловый аромат шалфей придает некую пикантности такую холодиночку легкую легкую лекарь лекарственность которая совершенно его не портит ромашечка дает какую-то горчинку возможно и бабы танка бабы танка и ваниль чувствуется базе он очень плавно мягко уходит в базе этот аромат интеллигентнейший он конечно восточный но вот это вот восточность ним прикручена достаточно сильно вниз чудесный аромат натурально звучащий ноты можно выделить его даже можно одеть на работу если например кензо или 811 на работу я не одену что они слишком громкие то этот вполне но тоже не переборщить несмотря на то что он мягче не такой громкий он все же не не бесхарактерный да очень сильный здесь древесный вот это вот сандаловый аккорд такая горчинка ромашки шалфей в общем я и уже то я это уже все рассказывала интеллигентный спецовый восток это знаете ли такая спецовая лавка где-то в каком-то фишенебельном районе парижа или лондона где живут люди высшего света и раз в месяц готовят что-то вот себе вот такое экзотическое приходит ловко купить себе приправочек вот такие три спецовых аромата я вам сегодня представила надеюсь вам было интересно подписывайтесь ставьте лайки оставляйте комментарии которые я повторюсь с огромным удовольствием читаю и всем 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 отвечаю с вами была наташа прогнатик всех люблю всех целую пока а